так приехал дрончик авата просто дрон без пульта без очков солишки коробочку я уже вскрывал потому как на почте не очень хорошо относятся товаром посылка поэтому пришлось там же вскрыть чтобы посмотреть не повредилось ли чего ну дрон по факту крепенький доехал нормально то есть все хорошо что входит состав данного набора то есть это просто коробка да там он никак не упакован ну там обычно какие-то бумажные прокладки кладут чтобы дрон не телепала то здесь все чисто в состав входят зарядное устройство на одну батарею так вот она выглядит под тайп-си принципе ничего необычного входит кабель тайп-си тайп-си то есть два выхода тайп-си шли скоростных и входит запасные два пропеллера лопасти запасные разнонаправленные плюс здесь такой маленький ключик г-образный шестигранник и по-моему три запасных болтика или 4 запасные пропа ну и сам дрон больше ничего нет сам дрон дрон запакован батарея уже стоит в нем вот он дрончик такой достаточно интересный так выглядит вот такой вот прям плотно сбитый дрончик сверху но наверное уже все видели в обзорах ну интересная машинка визуально с батареи достаточно тяжелый здесь разъем для подключения батареи к дрону вот эти две оранжевые полосочки с двух сторон это фиксаторы батареи в дроне то есть их нажимаешь и вытаскиваешь вот она батарейка батарейка такая приличная по весу написано что емкость у нее емкость у нее сейчас посмотрим 2420 миллиампер часов 35 и 7 27 35 71 ватт-часов попробуем за фокусить здесь кнопочка два раза нажимаешь дрон включается два раза нажимаешь дрон выключается один раз нажимаешь смотришь заряд батареи без батарейки дрон весит достаточно легко и по сути здесь остается одна рама да ну что здесь защитная рама камера модуль gps вот он такая камера много говорили что неудобен вход блин вход действительно неудобен если с sd карта еще как-то можно разобраться ее туда подключить то есть вот это да то чтобы засунуть туда провод type-c это прям нужно не знаю чудеса изобретательности делать да то есть удобства прям минимальный расположение sd карты думается можно было бы как-нибудь по-другому сделать да по карточке карточку просит сразу хорошую была у меня карта на 128 гигабайт по моему класс у 3 не помню сколько скорость запись и и отдача но он ее не схавал то есть он ее даже не увидел совсем поэтому пришлось покупать сам на 128 гигабайт samsung evo что-то там белая такая карточка в принципе на озоне на олежке она есть в районе двух рублей стоит скорость записи 130 мегабит секунду единственное что не хвалят там срок службы этой карты то есть максимум полгода я по отзывам читал ну поставил посмотрим ну вот карточку сразу нужно покупать прям хорошую иначе вытащить вы записать видео на этот дрон вы не сможете о пластику да ну по ощущениям вот это вот серая рама она такая из жоп ну не то что жесткого пластик крепкий но в то же время он податливый то есть если какие-то удары он будет амортизировать эти удары я думаю что в этом плане дрон достаточно живучий ну будем испытывать смотреть ну как испытывать если будут краше да что еще по нему сказать ну снизу датчики инфракрасные две камеры стоят все как обычно проб и достаточно маленький камера 4к по моему выдает 60 fps не помню точно надо смотреть подключать . ну в общем целом принципе все на подробно больше сказать нечего ну еще к нему с одной батарейки мало и что 18 минут на ней можно летать по факту по факту я думаю не более 13-15 минут минус 5 минут стандартно отвечу 18 можно удалять это по мини 2 мини 3 про то есть все что они пишут в лучшем случае минус 5 минут минусом в худшем там до 8 то есть 18 минус 5 это 13 минут наверно такой полет среднюю погоду с небольшим ветром ну и защелкивается все примерно так подключаете и запускается он все дрон запущен светодиоды на батареи горят сейчас он прогрузится принципе можно его подключать к очкам стабилизатор стабилизатор работает только в вертикальном направлении до горизонтального выключается тоже и войны нажатие все дрон выключен такие вот дела дрон